Некий юноша, богатый, успешный, как сейчас бы сказали, во всем преуспевающе. Подошел к Иисусу Христу и спросил, учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Очень интересный вопрос из уст этого юноши, современника Иисуса Христа. Далеко не каждый юноша сегодня задается себе таким вопросом. А тем более тот, который богат, или, скажем, сын богатых родителей. Что мне сделать, Господи? Этими словами юноша исповедует во Христе Господа. Что мне сделать, учитель, благий, чтобы мне наследовать вечную жизнь? И Христос отвечает ему, если хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди. И тот спрашивает у него, какие? Может быть, есть какие-то особые заповеди для богатых, для успешных? Ну, для всех понятно. Не убей, не укради, подумал юноша. Какие надо соблюсти заповеди, чтобы наследовать Царствие Божие? И Христос, как раз таки читая его мысли, говорит, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не воруй, почитай отца твоего и мать твою. И тут, как бы перебивая учителя, к которому он подошел, как к Господу, вдруг этот юноша говорит, все это я от юности моей соблюдаю. Может быть, нужно что-то такое, чтобы спастись, кроме того, что уже известно? Ну уж, если хочешь быть совершенным, тогда раздай имение свое нищим и следуй за мной. И вот здесь у богатого юноши запас слов закончился. Он отходит от Иисуса Христа, потому что он был сыном богатых родителей, да и имел сам, как сейчас бы сказали, немало средств на своей карточке. А раздавать то, что ему досталось, может быть, даром, а может быть, какими-то другими усилиями, он совершенно не хотел. И он отходит от Господа. И Христос произносит такие слова. Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царствие Божие. Вот мне хотелось бы обратить ваши взоры на эти слова нашего Спасителя. Спаситель не сказал, что невозможно. Невозможно богатому. Можно, но трудно. Человек, который прилипляется к богатству земному, он забывает о богатстве небесном. Вот почему Христос напоминает всем своим последователям. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. У святителя Иоанна Затауста есть замечательная фраза. Богат не тот, который много приобрел. Богат тот, кто много раздает. Ведь богат был Авраам, богат был Исаак, богат был Иосиф. Но это не мешало сохранять им любовь к Богу и своим богатством делиться ради нуждающихся. Вот так и к каждому из нас сегодняшнее евангельское слово обращено. Не прилипляйтесь ни к чему земному. Мы ничего с собой отсюда не заберем. Говорят, в гробу карманов нет. Все, что заработаем, все, что накопим, все останется здесь. А потому будем, дорогие братья и сестры, то, что имеем, использовать по назначению. Если мы будем понимать, что это не мое, а Богом данное, значит, оно не только мне принадлежит. Через то, что проходит через мои руки, должно наполнять руки тех, кто этого не имеет. Как важно нам не забывать об этом, дорогие, что если мы имеем не просто сокровища, а определенные средства, возможности, пускай даже одежду, лишние вещи, начиная раздавать лишнее, мы почувствуем сладость этого раздаяния. Потом поделимся и тем, что может быть нужно и нам. И потому хотелось бы сказать, что если мы имеем богатство, кто-то скажет, да какое там у нас богатство? Пусть богатые делятся, у них яхты, машины, самолеты. Вот они, это их касается, нас ведь это не касается. Да нет, это касается всех. Все, что ты имеешь, это дар Бога тебе, и ты уже богат этим даром. И у тебя всегда есть, чем поделиться. У среднего, статистически зарабатывающего человека, от средней зарплаты может уходить десятинка. Господь сказал, дабы благословил Господь Бог, все дела рук твоих, уделяй десятину из всего производимого тобой. Вот тебе уже и арифметика. Сколько бы ты не зарабатывал, допустим, собрал ведро яблок, ну хотя бы 3-5 яблок раздай кому-то, просто угости. И так далее. Но мне хотелось бы в завершение обратить ваше внимание на то, если человек имеет самый дорогой, самый великий дар, дар веры, вот этим даром мы обязаны с вами делиться. И он гораздо дороже, чем яблоко, чем перечисленные средства, или, может быть, даже одежда. Если мы сможем подойти к человеку и с любовью рассказать ему о Христе, что он полюбит его и последует за ним, то это будет самым великим для него подарком и самым великим богатством для нас. Самое великое богатство для каждого человека – это богатство его веры. А потом будем щедро делиться этим богатством. От этого оно не оскудеет, оно только приумножится. Потому что рука дающего не оскудевает, а тот, кто проповедует Христа всей своей жизнью, словом, делом и помышлением, он еще больше приобретает веры. Один только пример. Девушка приехала поступать в Институт культуры. Светская неверующая девчонка. Но познакомившись со своими же сокурсницами по курсу и по факультету, которые были глубоко верующими, рассказывали, спать ложились, молились, что-то читали, чем-то делились из прочитанного, вспоминали святых отцов. Она слушает, вот не просто журналы читает, в соцсетях просиживает, а что-то духовное, полезное, и между собой еще говорят. И она прислушивалась. Она заинтересовалась. Она стала общаться с ними. В церковь зашла. Богу помолилась. Девчонка не ходила в церковь, а вот присутствие рядом с двумя верующими сокурсницами привлекло ее в церковь. И она не только стала ходить в церковь, взяла благословение у священника. И вот вчера эта девушка поступила на курсы певческие, которые действуют при нашем храме. Вот эту историю она рассказала, что я неверующая. Но вот две девушки, которые живут со мною, они открыли мне веру во Христа. И я считаю, что эти две девушки поделились с ней самым добрым, самым светлым и самым святым сокровищем. Они сами были богаты этим сокровищем. И этим сокровищем подъявлившись, обрели еще одну христианку и еще одну сопутницу ко Христу. Вот, дорогие мои, с чем и я хочу, отпуская вас сегодня из храма напутствовать, идите и щедро делитесь прежде всего своими накопленными знаниями, прочитанными евангельскими историями, прочитанными житиями святых, а особенно своей любовью. Потому что любовь, она просвещает. Она освещает, потому что Бог есть любовь. И если мы говорим о любви, если мы сами любим, то это и есть самое дорогое сокровище, которое мы можем обогатить людей. Идите, дорогие, с миром, с любовью, в этот мир, лежащий возле, с Богом. Потому что Бог и есть мир, любовь и радость. Вот этой радости и любви хотелось бы пожелать всем нам. И только с ней радостно жить и не страшно умирать. Аминь. Аминь.